Сегодня в аэропорту Емельянова впервые приземлился грузовой Boeing 777F. В нашем городе он осуществил дозаправку на пути из Шанхая во Франкфурт. Это не разовая посадка, в наш город такие лайнеры будут прилетать дважды в день. В краевом правительстве убеждены, что это станет рывком в развитии Емельянова. Тему продолжит Виктория Лопатайте. Грузовой лайнер авиакомпании Lufganza Cargo в Красноярске встречает по всем авиационным традициям. Ради такого события даже воздушные ворота города на время стали водяными. Немцы и раньше совершали у нас промежуточные посадки, но такой Boeing приземлился впервые. Это настоящая легенда. Размах крыльев у него почти 65 метров. Примерно такая же длина. Это четыре пятиэтажных дома. На борт Boeing 777F может принять больше ста тонн груза. Наш аэропорт готов к обслуживанию такого гиганта. Красноярский аэропорт предложил самый конкурентоспособный пакет услуг. Он сделал все, что нам нужно. Все, что отвечало бы требованиям безопасности полетов. За пять лет у нас было много разных требований, и ваш аэропорт всегда шел навстречу. Такое сотрудничество помогло улучшить качество нашей работы и способствовало развитию аэропорта. Каждый прилет такого лайнера приносит нашему аэропорту несколько тысяч евро. Не сложно подсчитать, насколько это прибыльное дело. К примеру, аналогичные услуги принесли аэропорту Анкоридж на Аляске 1 миллиард долларов в качестве выручки. Так что в краевом правительстве убеждены, эти три семерки станут для региона счастливыми. Режим открытого неба и коммерческие посадки – это есть то конкурентное преимущество, которое, к сожалению, пока Россия не использует. И я уверен, что благодаря именно такому сотрудничеству мы сможем для Красноярска получить такой режим, который даст и выгоду для авиакомпаний, и даст дополнительный заработок аэропорту, и, соответственно, платежи в бюджет. И самое главное – создаст дополнительные рабочие места. По планам в нашем городе грузовой борт будет садиться дважды в день. Летать он будет по маршруту Шанхай-Франкфурт. За неделю Емельянова сможет принять 14 таких самолетов. Мы надеемся, конечно, на развитие и на дальнейшее укрепление взаимоотношений с Левганзо-Карго. Мы работаем, и эта работа тоже планомерная по привлечению других грузовых перевозчиков с нашими другими партнерами с Airbridge, с авиакомпанией «Полет». С другими вы видите, у нас не только Левганзо-Карго, вон стоит замечательный лайнер Ан-124, который летит транзитом из Бельгии на Сеул. Этому лайнеру еще предстоит преодолеть больше 5000 километров. Из Красноярска он отправится во Франкфурт, а уже сегодня ночью на обратном пути он снова приземлится в нашем городе. Виктория Лопатайте, Алексей Егоров, Афонтова, новости.